Вера отслышания. Или почему Слово Божье имеет силу и эффективность для верующих. Мир вам, друзья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Друзья, вспомним газеты. Когда утром вынимаешь из почтового ящика свежую газету, ее запах. Или сколько времени мы провели читая, скорачивая время в метро, при езде на работу. Но сегодня практически у каждого есть мобильный телефон, социальные сети. Сейчас они стали для нас источником информации. Заменили даже телевизор. Но всему ли мы верим, что там пишут? Но есть один источник информации, которому мы всецело доверяем. Вера отслышания. Отслышание от Слова Божья. Да, Слово Божье. И много времени проводим молитву к Богу. А когда приходит ответ на молитву, когда просим булку хлеба или утешение от Господа, применяем слово «ответил». И когда пришло откровение от Духа Святого, мы также применяем слово «Бог ответил». Но есть и другая сторона молитвы, когда Бог не отвечает. Так Бог отвечает на молитвы или нет? Есть одно препятствие, это наш разум, о котором мы сегодня поговорим. В этом видео мы обсуждаем силу произнесения Слова Божьего и то, как важно иметь веру в то, что мы слышим. Часто мы можем чувствовать, что Бог не отвечает на наши молитвы. Но истина в том, что Бог всегда слышит нас и отвечает в свое время. Присоединяйтесь к нам, когда мы исследуем концепцию веры через слышание Слова Божьего и нахождение ответов на наши молитвы. Не забудьте подписаться на больше подобного контента. Бог слышит, Бог отвечает. Препятствия ответа на молитву. Мы часто путаем слова «ответ» в нашей речи и имеет два смысла. Ответ «дать», не дать физические вещи, например, машину, мужа. И получить ответ от Бога, ответ разумения, ответ слова на молитву и откровение Духа Святого. Получить ответ, например, машину в подарок и получить ответ откровения Духа Святого на вопрос – это одно и то же выражение Слова. Тут правду сказать в нашем разуме препятствие. Когда мы слышим, и бывает, сами говорим, Бог не отвечает, имея в виду, что Бог не дал машину, тем самым говорим, что Бог совсем молчит, а это антисвидетельство, свидетельство против Бога. Он может, не дал машину, но он готов объяснить, в чем причина отказа. Как Павлу, когда он не убрал ангела сатаны, он ответил ему личным словом. И когда мы читаем слово, получаем откровение Духа Святого, мы применяем слово «Бог ответил». Друзья, чтобы нам открыть разум для общения с Богом, нам нужно убрать это препятствие. Нам в своем разуме четко нужно знать и разделять слова «Бог ответил» и «Бог не ответил». Когда мы с вами говорим такие слова, слышим такие слова, это очень сильно влияет на нашу веру. Будьте аккуратны сами в словах и, конечно, то, что вы слышите и слушаете про Бога. Вера от слышания. Говори и слушать. Апостол Павел в послании к римлянам 10 глава говорит о благовествовании и слышании. Стих 16 по 18. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, «Разве они не слышали?» Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела Вселенной слова их. Это послание к римлянам 10 глава, стихи 16 по 18. Здесь говорится благовествовать, говорить. И второе выражение – слушать, слышать. Вера к нам приходит через слышание. Принятие информации нужно быть очень аккуратным в том, что мы слушаем. Почему? Потому что мы слышим. А вера – от слышания. То, что нам говорят про Бога, может сильно повлиять на нашу веру. Здесь также может быть уместным сказать такое место из Писания. Откроем книгу Откровения, 12 глава, стих 11. «Они победили его кровью агонца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Наше слово – свидетельство. Слово – свидетельство. Слово, которое сказано про дела Бога. Оно – это слово сильно и действенно. Когда мы говорим, Бог не отвечает, нас могут понимать, что Бог всегда молчит. А это антисвидетельство. Вдобавок, когда мы слушаем, когда нам говорят, Бог отвечает или нет, просто уточняете, в чем именно Бог не отвечает. Этим вы поможете себе, своей вере и поможете тому человеку в его вере. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не разрушать веру в Бога у других, но в то же время нужно беречь и свою веру. Так что будем аккуратным, друзья. А вы свидетельствовали о Боге своим друзьям? Если да, поставьте лайк под видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол и Библия об услышанном нами слове. Более того, мы еще много будем говорить на тему молитвы, Бога, Иисуса Христа и, конечно, Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится или делитесь, рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо. Спасибо.